Это программа «Пульс города» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В безопасности на дорогах особое внимание. На городских улицах продолжают обновлять дорожную разметку. Голосование за благоустройство территории продолжается. Какое пространство выбилось в лидеры на этот раз? Изумрудный, юбилейный, а теперь и центральный. Расскажем, как преобразятся городские парки и сколько средств на это выделено. Вопрос с повышением безопасности на дорогах Барнаула с наступлением летнего сезона выходит на первый план. Интенсивное движение автомобилей, сотни любителей самокатов, велосипедисты, пешеходы. Помочь организовать потоки призвана дорожная разметка. На ее обновление в этом году выделено больше 50 миллионов рублей. Накануне завершились работы по нанесению зебры у 59 школ города. Продолжают нанесение дорожной разметки по пешеходным переходам по проспекту Ленина. Это на участке от северо-западной до проспекта космонавтов. Работают также на Зминогорском тракте, на Павловском тракте. Поэтому данные участки у нас сейчас в приоритете, так как все-таки это основные магистрали города. Всего за сезон в Барнауле запланировано обновить более 63 тысяч квадратных метров разметки. На центральных проспектах Ленина строители Красноармейском, Комсомольском и Социалистическом, а также улицы Аванесова, ее наносят из термопластичных материалов. Такие более практичны и дольше служат. Добавим, за последние несколько недель нанесли уже почти 13 тысяч метров дорожной разметки. Так, зебру обновили на улицах Молодежной, Димитрово, Чхалово, Партизанское и Ползунова. Работы проводят преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение. До 25 мая к последним звонкам мы обновляем дорожную разметку на пешеходных переходах у образовательных учреждений. То есть у всех у нас 59 пешеходных переходов. И мы два раза в год обновляем это к 25 мая, когда последние звонки, и к 1 сентября. Монтаж одного из трех пролетов моста на проспекте Ленина со стороны дома быта завершен. Это довольно сложный процесс, поскольку пролет состоит из 25 железнобетонных балок. Но работы проведены успешно и сейчас на объекте монтируют опалубки первой опоры. После подрядчик приступит к устройству будущей дороги. Об этом подробнее. Далее в сюжете. 25 балок. Основное тело маленького путепровода со стороны дома быта собрано. Его монтировали десятки строителей в течение нескольких дней. Процесс непростой, но его завершение позволит открыть новый этап на объекте. Приступить к обустройству будущей дороги. А именно к установке защитных слоев и переходных зон. Он у нас как по графику и шел в более раннем графике по монтажу, так и идет. На большом путепроводе, бывшем восьми пролетном, который сейчас станет трех пролетным, там продолжаем работы по возведению верхних частей опор. Для устройства трамвайных путей строители сформировали отдельный конструктив. На него начнут укладывать шпально-рельсную решетку. Рельсы будут на одном уровне с проезжей частью. Отметим, с момента искусственного сооружения, которое фактически строит заново, прошел ровно год. За это время выполнен большой объем работ, по окончанию которых в каждом направлении будет по три полосы движения. Также на путепроводе проложат две трамвайные линии и обустроят широкие пешеходные тротуары. Запустить обновленный мост планируют в ноябре 2023 года. Стоимость реализации проекта – 2 миллиарда рублей. Дмитрий Дроздов для программы «Пульс города». 320 миллионов рублей в этом году потратят на благоустройство 60 с лишним барнаульских дворов. Практически в каждом из них, помимо целого перечня основных работ, дополнительно оборудуют новую детскую площадку или даст настят прежнюю. Ремонт в четырех районах города уже начался. Один из дворов в густонаселенном индустриальном районе посетил глава Барнаула. Он пообщался с подрядчиком и оценил подход к благоустройству. Взлетная 51. Двор многоподъездной многоэтажки, которую построили больше 40 лет назад. Сегодня здесь не хватает мест на парковке. Проезд к ней узковат, а детская площадка изрядно обветшала. Но за это лето все должно преобразиться. Двор ждет комплексное благоустройство. С данными жителями переговорили, они уже давно хотели и наконец-то созрели, проголосовали с большой долей софинансирования по дополнительному перечню этой парковки и детская площадка. Дом очень большой, с тремя въездами и, соответственно, предполагает большое количество наличия парковок, чего мы и будем реализовывать на данном доме. Наряду с этой территорией за теплый сезон обновят еще 62 двора. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов по национальному проекту «Жилье и городская среда» выделят 320 миллионов рублей. 20 миллионов средств собственников, которые пойдут на дополнительные работы. Оборудование детской или спортивной площадки, обустройство парковочных карманов, установку контейнерных площадок или ограждения. Но большую часть финансирования направят на обязательные элементы благоустройства. Основные виды работы – это, конечно, демонтаж старого бордюрного камня, монтаж нового бордюрного камня, это покрытие, это какие-то новые проезды, где-то расширение, где, допустим, раньше были узкие проезды. Каждому двору, говорит подрядчик, подход индивидуальный, с учетом пожеланий жителей. За 6 лет участия в нацпроекте под контролем собственников, а также депутатов городской думы и общественности в надлежащее состояние привели порядка 500 дворов. В этом сезоне благоустройство начали уже в 4 из 5 барнаульских районов. Приятно то, что в каждом дворе появляются лавочки, освещение, бордюры, омолаживается асфальтное покрытие. Одно из самых главных, ну, по крайней мере, для меня, как я вижу, изменение двора – это, конечно, появление хорошей, современной и безопасной детской площадки. Тогда двор становится двором. Двор по улице Взлетной, 51, помимо новой детской площадки, которую с нетерпением ожидают молодые родители, ждет еще основательное озеленение. Здесь обещают высадить газоны и сделать разноуровневые клумбы. Елена Макаренко для программы «Пульс города». Новый культурно-досуговый центр планируют построить на месте устаревшего здания на Новосиликатном. Об этом в ходе выездного совещания заявил глава города Вячеслав Франк. Тему продолжит Мария Мацаева. В апреле этого года в помещении зрительного зала Центра культуры и досуга «Индустриальный» частично обрушилась обшивка потолка. Причина – значительный физический износ здания. А проведение капремонта в нем нецелесообразно, заключила экспертная комиссия. Вячеслав Франк объявил, что непригодное здание нужно сносить и строить новое. В общем, земельный участок неплохой, порядка двух гектаров. И там бы, наверное, можно было построить ДК. Но если уж строить, хотелось бы строить все-таки современное уже здание, наполнять его современным оборудованием. Будем думать, будем искать деньги. То, что ДК здесь необходимо построить, это однозначно. Центр организует досуг для населения микрорайона Новосиликатный и близлежащих населенных пунктов. Его вокальные, хореографические, театральные, спортивные коллективы посещают около 300 детей и взрослых. В нашем небольшом клубе проходили мероприятия и календарного плана, и большие тематические. Мы взаимодействовали со школами, проводили и отчеты глав администраций, и собрания ТОСов, и различные мероприятия. То есть, конечно, востребованность большая. Сейчас часть творческих коллективов временно перевели в клуб в поселке Лесной. Для остальных девяти, где занимаются около 130 человек, арендовали помещение в здании частного центра развития. Все пока, в принципе, без сильных возмущений. Народ понимает эту ситуацию, терпеливо ждет решения города, ну и надеется, конечно, на лучшее. Вячеслав Ранк дал поручение главе администрации индустриального района и городскому комитету по архитектуре проработать вопрос с земельным участком под строительство нового центра. Сроки его возведения пока уточняются. Мария Мацаева для программы «Пульс города». Между тем, в Барнауле продолжается онлайн-голосование за территории, которые могут быть комплексно благоустроены в 2024 году. Всего в перечне 37 объектов и только один из них, абсолютный победитель, сможет претендовать на масштабную реконструкцию. Отметим, в этом году горожане активно дарят свои голоса. По данным, на 19 мая их почти 42 тысячи. И примечательно, что между лидерами народных симпатий время от времени наблюдается рокировка. Так, в начале мая неожиданно для многих на первое место по числу набранных голосов вышла Демидовская площадь, обойдя Сиреневый бульвар, который находится в индустриальном районе Барнаула. Но последний к середине месяца снова вернул себе лидерство. Однако на сегодняшний день первое место по количеству голосов, их более 5 тысяч, у бывшего парка имени Ленина Демидовская площадь на третьем. Среди других общественных территорий, за которые довольно активно голосуют барнаульцы, Зеленый сквер в районе площади Октября, Сквер Победы на улице Новосибирской, Аллея по улице Малахова и Площадь Народная. Добавим, голосование завершится 31 мая. Большинство точек общественного голосования барнаульцы уже привели в порядок во время Большого субботника. Так преобразился все тот же Сиреневый бульвар и значительно уютнее стало на Аллее на Малахова. Аллея на Малахова, пожалуй, излюбленное место встречи прогулок для многих барнаульцев. Ее символом и координатой уже больше 40 лет являются эти часы. И если барнаульцы назначают друг другу встречу, то обязательно указывают эту точку. И по словам самих жителей, сверять время по этим часам уже стало традицией. Итак, на моих 15-10 и все с точностью до минуты. Здесь же несколько лет назад установили Аллею памяти военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Куда ежегодно со всей России съезжаются люди, чтобы почтить память героев. Каждый сезон Аллею приводят в порядок. Однако на ней еще есть участки, которые предстоит доработать. От улицы Георгия Исакова и до улицы Антона Петрова отсутствует благоустроенность, отсутствует и плиточное покрытие, другие элементы благоустройства. И как раз хотелось бы, чтобы в рамках голосования за общественные территории жители Ленинского района приняли активное участие и проголосовали. С удовольствием хотим, чтобы это было. Сейчас мы даже рады посмотреть и скамеечки, какие здесь хорошие поставили. Сядешь на Клюба, дорого посмотреть. Спасибо всем тем, кто вот так вот ухаживает. Обгораживает нашу территорию. На другой точке, в Средневом бульваре, порядок на Аллее наводили 30 горожан. Муниципальные служащие администрации района, сотрудники частного медицинского центра и поликлиники номер 14 убирали мусор, очищали бульвар от прошлогодней листвы. Инициаторами благоустройства этой территории стали именно медработники. На данный момент, конечно, достраивается новый корпус поликлиники, но мы планируем остаться в этих корпусах, соответственно, провести здесь капитальный ремонт, ну, к примеру, Павловский тракт 281А, здесь планируется организовать центр медицинской профилактики. Ну и на данный момент данная территория, Средневого бульвара, к ней примыкает три наших корпуса. Помимо того, что люди голосуют за благоустройство общественной территории, которая выбирается вот в этом году, они параллельно еще принимают участие в голосовании по дизайн-проекту парка «Юбилейный». Возможно, это будет упор сделан на спортивной площадке, а возможно, для места проведения досуга и отдыха. Голосовать можно несколькими способами. На странице за городсреда.ру посредством авторизации через портал госуслуги и на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования госуслуги «Мой выбор, мое будущее». Мария Мацаева для программы «Пульс города». Городские парки начали благоустраивать в Барнауле. В этом году на обустройство только трех из них выделено более 350 миллионов рублей. Насколько серьезные преобразования ждут парки и почему такое внимание именно зеленой инфраструктуре города, моя коллега Елена Макаренко спросила у заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Такие деньги на благоустройство зеленых зон наверняка прежде не выделялись. Из каких источников они и на какие конкретно парки пойдут? Это изумрудный парк, парк центральный и парк юбилейный. Мы имеем три уровня источника бюджета и как раз возможность участия в федеральном проекте формирования комфортной городской среды позволило вот так масштабно и комплексно подходить к благоустройству этих территорий. В этом году из этих 350 миллионов наверное такая весомая доля это средства бюджета Алтайского края и по решению губернатора Виктора Петровича Томенко эти деньги выделены именно на Барнаул для того чтобы столица Алтайского края в зеленых зонах преображалась все больше и больше с каждым годом. Вложения действительно серьезные, значит преобразований стоит ждать больших, но вот расскажите об основных масштабах и об основных видах работы. Начнем с изумрудного. Парк этот идет у нас уже вне программы федеральной и здесь софинансирование местного и краевого бюджета. В этом году четвертый этап уже, я думаю многие-многие барнаулицы уже совсем по-другому и с любовью относятся к тому парку, который по сути уже на сегодняшний день практически вырисовался. В этом году запланированы работы по полное переустройство ограждения парка со стороны Комсомольского, с его центральной фасадной части. Будут достроены пешеходные связи внутри парка, Томский тракт и малоархитированные формы в виде такого капитального строения как амфитеатр будут смонтированы. Вот эти работы уже ведутся, начались порядка 117 миллионов рублей, на них направлено. Мы ожидаем, что до сентября месяца они завершатся и уже практически в завершенном этапе барнаулицы смогут посещать парк, пользоваться теми территориями, пространствами, которые там сформированы. Останутся на следующий год незначительные работы, они связаны в большей степени с строительством дополнительных зон. Тихих зон для игры в шахмат и других тематических. То, что касается двух парков, которые у нас непосредственно в федеральном проекте участвуют. Юбилейный второй этап в этом году. Барнульцы активно голосовали и определились с теми работами, которые мы на этом этапе выполним. Наверное, ключевой объект это будет строительство велобеговой дорожки, самой протяженной в городе, 3-6 километров. В целом она будет практически полностью опоясывать парк. И мы на сегодня уже видим, как активно барнаулицы пользуются парком, посещают. Есть даже конфликтные некоторые точки среди... Обсуждают их. Да, тихо отдыхающими жителями. И активно отдыхающими. И активно отдыхающими. Поэтому строительство велобеговой дорожки это в целом тоже решение для разведения этих конфликтных точек. Ну и парк центрального района, строительство наших парк. Здесь концептуально, в принципе, ничего не изменится и не должно поменяться. Но он приобретет новый современный вид. Ну, наверное, один из ключевых объектов это ремонт фонтана, его благоустройство, видоизменения. Будет современный светодинамический фонтан. Пешеходные связи, которые существуют, будут благоустроены, восстановлены. Где-то заменено на плиточное покрытие. Под покрытием и под территорию, где мы в зимнее время используем как каток, будет асфальтовое покрытие. Ну и, конечно, это малые репетирурные формы. Появятся качели с подсветкой для... Не только для ребятишек, но и для взрослого населения. Детские площадки, модульный туалет. И в рамках безопасности. То есть это архитектурное освещение и камеры видеонаблюдения. Как вы считаете, вот такие серьезные вложения, они вообще рациональны, оправданы? Ну, то есть мы понимаем, что все люди ждут, горожане с нетерпением этих зеленых зон. Но я уверена, как всегда, найдутся какие-нибудь люди, которые там смотрят и думают, вот сейчас, слушая наш разговор, что у нас более насущных нет проблем, да, куда можно направить деньги. И потом, ну если говорить об инвестициях, они тут, наверное, тоже в таком не совсем чистом виде представлены. Что мы можем сказать людям в ответ на такие возражения? Вы знаете, когда в свое время в рамках туристического кластера формировалась у нас центральная зона, да, например, пешеходная зона полиции Молотобольск. И столько негатива было впоследствии, что это пустующая, никому не интересная территория. На сегодня мы видим, что и в зимнее время она активно используется. В летнее время там действительно это территория, которая востребована. То, что касается парка юбилейного, первый этап благоустройства, первые вложения уже, по сути, отразили и отбили эти вложения с точки зрения наполненности парка и востребованности ее со стороны жителей. Там выходной день прийти, там толпы народу гуляют. Когда мы завершим этот проект в целом, потребуется несколько лет, я думаю, у любого спроси, все скажут, что это правильное дело, нужное. Ну и как рассуждать о том, можно потратить сюда или сюда? Есть федеральные проекты, у нас есть возможность за то, чтобы в рамках этого федерального проекта благоустроить город. Есть иные федеральные проекты и федеральные средства, которые направлены на медицину, здравоохранение, например, на те же ремонты и строительство дорог. Наша задача хвататься за каждую возможность, чтобы город улучшать, с каждым годом благоустраивать во всех направлениях. В завершении выпуска напомню, ну или расскажу тем, кто не знает, что в Барнауле продолжает работу зеленый телефон. В ходе акции каждый может до 26 мая позвонить по телефону, который сейчас на экране, это отдел по охране окружающей среды администрации города, и сообщить о фактах экологических правонарушений. Например, о несанкционированных сбросах отходов в лесопарковых зонах и прибрежных территорий, сливах загрязняющих веществ, водоемы, а также незаконной вырубке или повреждении деревьев и кустарников. Зеленый телефон работает с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. И это лишь незначительная часть новостей, которыми живет краевая столица. Держите руку на пульсе города вместе с нами и до встречи в эфире.